Добрый вечер! В студии Ирина Евгеньева, информбюро в эфире и смотрите прямо сейчас. Девятилетняя девочка, получившая удар током на пенной вечеринке, скончалась. Сколько времени врачи боролись за ее жизнь и почему не смогли спасти? Наши врачи сделали все, что необходимо, все, что от нас требуется. Кто ответит за эту трагедию? Горь стремительно распространяется. Сколько случаев уже выявили врачи? Зарегистрировано три завозных случая из Объединенных Арабских Эмиратов. Какая возрастная категория болеет чаще всего? И чем опасен вирус? В Казахстане в ДТП гибнут дети. Какова статистика за этот год? Что влияет на аварийность? Надо призвать полицию, чтобы она работала больше. Почему водители не стали более дисциплинированными, несмотря на ужесточение наказания? С января казахстанские работодатели начнут вносить пенсионные отчисления за своих работников. Норма после принятия в стране социального кодекса стала обязательной. Правда, эти дополнительные взносы будут начисляться с учетом возрастного ценза, говорят в Министерстве труда. Динара Нургалиева продолжит тему. Копить на пенсию казахстанцы начинают с момента трудоустройства. Обязательные взносы на счета в ЕМПФ работодатель перечисляет ежемесячно заработные платы сотрудников. С принятием социального кодекса дополнительные выплаты обяжут совершать и работодателей. Эту новеллу в стране обсуждают не первый год, отмечают отечественные эксперты. Помимо того, что вы 10% со своего дохода отправляете, отчисляете на пенсионный фонд, себе накапливаете, дополнительно к этому еще плюс 5 до 5% работодатель будет обязан помимо вашего дохода со своего кармана дополнительно отправлять на ваше имя. Это дополнительный налог на бизнес, безусловно. Ну а для того, чтобы эти взносы не сильно били по карману работодателей, в Министерстве труда предложили повышать ставку в стране поэтапно с полутора процентов. В течение нескольких лет она вырастет до 5%. Нюансом стал и возрастной ценз сотрудников. Обязательно пенсионные взносы работники будут выплачивать именно тем работникам, которые родились после 1 января 1975 года. Потому что они являются будущими пенсионерами. Учитывая все факторы инкуляции, все факторы сегодняшнего изменения в экономике, это должно дать возможность всем пенсионерам обеспечить достойную пенсию. Эта дата выбрана не случайно. Сегодня выплаты пенсионерам рассчитывают при сложении базовой и солидарной пенсии. И последнюю начисляют случаи, если у работника есть трудовой стаж до 1 января 1998 года. Иными словами, будущим пенсионерам, которые выйдут на пенсию в 2035 году, помогут накопить на заслуженный отдых. 11 тысяч банкротов среди физических лиц уже появились в Казахстане. С 4 сентября начали оглашать их имена. При этом подавали заявки больше 65 тысяч казахстанцев. Почему большинство отказывают? Какой самый большой и самый маленький долг списали гражданам? Выясняла Людмила Батюшкина. По соцсетям прошла информация, что самый маленький долг, который списали казахстанцу, признанному банкротом, это 1383 тенге. Он из Кзеларды. Однако в налоговом комитете ответили, что на самом деле долг 1 миллион 383 тысячи. Ошибку сделал сам должник. Хотя нижнего предела долга действительно в законе не прописано. Есть только верхний. Чуть больше 5,5 миллионов тенге. Многие вообще пишут произвольную сумму. 12 месяцев не должно быть никаких платежей. Будь то добровольно, будь то принудительно через коллектора. Какие платежи? Это условия главное. Второе – наличие активов. С чем сейчас сталкиваемся. Плюс должники сами при заполнении заявок не указывают сведения по супругам своим. И не прикладывают документы по урегулированию заблужденности с финансовой организацией. Я выделил эти 4 основные причины, по которым сейчас идут отказы. Сумму долга можно узнать на сайте кредитного бюро. Это бесплатно, говорят налоговики. Всего с 3 марта, когда начал действовать закон о банкротстве физических лиц, заявки подали уже более 65 тысяч человек. Во внесудебном порядке признанной банкротами 11 тысяч. В судебном – около 50. Но многие заявки еще на рассмотрении. На это дается полгода. Суммы долга более 5,5 миллионов тенге могут быть одобрены судом. Экономисты считают, что закон о банкротстве физлиц есть во всех странах, и Казахстану тоже был необходим. Это единственный способ для граждан выбраться из безвыходной ситуации. Списанные кредиты банкам никто не компенсирует, поэтому они осторожнее теперь будут выдавать кредиты. Но при этом раньше банку не нужно было сильно оглядываться на, допустим, на качество заемщика. Можно было выдавать. Почему? Потому что, во-первых, кредит все равно не спишется, он все равно будет висеть в активах. А даже если, допустим, у тебя балансы будут сильно ухудшаться, то в любом случае государство придет на помощь. В любом случае оно тебя с бюджета докапитализирует, тебя даст денег, и никаких проблем у тебя не будет. Зачем быть ответственным банком, когда у тебя так и так все замечательно? Многие желающие избавиться от долгов посредством процедуры банкротства недооценивают последствия, считают в налоговых органах. Пять лет человек не сможет получить кредит. Три года за ним будут вести финансовый мониторинг. Могут быть трудности и с поиском работы. Любой работодатель сможет проверить списки обанкротившихся казахстанцев. Они находятся в свободном доступе. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, 31 канал. Девочка, пострадавшая от удара током на пенной вечеринке в Костанайской области, скончалась в больнице. За ее жизнь врачи боролись почти три недели, но тщетно. Сегодня утром сердце ребенка остановилось. Биологическая смерть произошла 9-15. До этого наши врачи проводили все необходимые реанимационные мероприятия. Но, к сожалению, безуспешно. И это были повторные мероприятия, то есть не один раз. К сожалению, сердце девочки остановилось. И в данном случае наши врачи сделали все, что необходимо. Все, что от нас требуется. Проводилась сердечно-легочная реанимация в течение 30 минут, но оказалась безуспешной. Удар током 9-летняя девочка из села Узунколь получила во время празднования Дня молодежи на Центральной районной площади. Ребенка реанимировали и доставили в детскую областную больницу. Позже родители опубликовали обращение к Минздраву с просьбой прислать специалистов. На следующий день приехали главные реаниматолог страны и нейрохирург. По словам главного врача, они сделали все, что было в их силах. Ранее начатое досудебное дело переквалифицировали по другой статье. Она предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. На дорогах страны стали чаще гибнуть дети. С начала года уже 189 несовершеннолетних. И это на четверть больше, чем в прошлом году. Эксперты говорят, все потому, что детей перевозят не по правилам, без автокресел и специальных ремней безопасности. Почему закон о перевозке детей не работает на практике, разбиралась Анастасия Новикова. Больше 8 тысяч дорожно-транспортных происшествий произошло за 8 месяцев на дорогах страны. Больше всего аварий зарегистрировали в Алматы, Алматинской и Жамбулской областях. Полицейские бьют тревогу. На дорогах стали чаще гибнуть дети. Количество ДТП выросло в 10 регионах страны. С начала года на дорогах республики пострадали почти 12 тысяч человек. Чаще это мужчины. За этот период в авариях погибли полторы тысячи человек. Из них тысяча мужчин, 433 женщины и 189 несовершеннолетних. Причем детей почти на четверть больше, чем в прошлом году. Все потому, что не все родители перевозят детей по правилам. До 12 лет ребенок должен находиться в автокресле или быть пристегнутым специальными ремнями безопасности, соответствующими его возрасту. При этом отследить, нарушается ли это правило, сложно. Задние стекла чаще всего покрываются тонировкой. И заметить непристегнутого ребенка сложно. Остановить машину и проверить, есть там ребенок, законодательность сегодня затруднена, потому что без причинной остановки полиции запрещена. Надо призвать полицию, чтобы она работала, больше ужесточить именно в этом направлении ее деятельность. В Министерстве внутренних дел говорят, у казахстанцев довольно низкая транспортная дисциплина. За 8 месяцев этого года на дорогах страны было выявлено 7 миллионов нарушителей. 15 тысяч из них были пьяными за рулем. 9 тысяч автолюбителей лишили прав. И это несмотря на то, что в стране установлены больше 19 тысяч камер Сергек. Основные проблемы нам, конечно, приносят загородные дороги. На них основным видом нарушения является выезд на полосу встречного движения. И в результате этого столкновения транспортных средств таких ДТП, конечно, всегда присутствуют и пострадавшие, и погибшие люди. Кроме того, водители превышают скоростной режим, нарушают правила маневрирования и многое другое. Автоэксперты говорят, чтобы снизить детскую смертность, родителей нужно привлекать к административной, а при повторном нарушении и к уголовной ответственности по статье «Оставление ребенка в опасности». Ведь автомобиль – это зона повышенной опасности. И даже если родитель водит по правилам, другие участники дорожного движения могут быть нарушителями. Более 10 тысяч человек по Казахстану находятся в розыске. Такие данные озвучили в Комитете правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры. Большая часть пропавших зарегистрирована в Алматы, Карагандинской, Алматинской и Павлодарской областях. Валентина Леонова продолжит тему. Каждый день в социальных сетях на новостных лентах и ТВ появляются сводки о пропавших без вести. Родственники ищут близких, и такие поиски продолжаются годами. По данным Комитета правовой статистики и специальных учетов, по стране ищут более 2 тысяч без вести пропавших. Большая часть из них в Алматы – 287 человек. В Карагандинской области свыше 220 граждан, в Алматинской – почти 170, и столько же в Павлодарской. На сегодняшний день за 2023 год заведено 47 розыскных дневов в отношении без вести пропавших лиц. В настоящее время остаток без вести пропавших лиц составляет 15 розыскных дел. 4 розыскных дела прошлых лет, 11 розыскных текущего года. Главная проблема поисков – недостаток информации и медленная реакция со стороны правоохранительных органов, говорят волонтеры. Во многих случаях родственники и друзья пропавших вынуждены сами искать их следы. Часто беспокоят, что время играет против них. Они обращаются к волонтерам, которые помогают собирать информацию, организовывать поисковые акции и оказывают поддержку семьям. Процентов 40 – это все-таки, когда люди ругаются дома и просто не считают нужным сообщить, куда они идут. Еще 40% я бы сказала, что это все-таки какие-то тяжелые случаи в плане дезориентированности людей. Сюда бы, наверное, я бы еще и детей отнесла. И, конечно же, люди с потерей памяти, пожилые люди, люди, состоящие на учете в ОПНД. Это тоже такая особая категория, очень-очень тяжелая. Всего в Казахстане в розыске значится 10 748 человек. Как отметили специалисты, существует и другая категория дел – уголовно-розыскная. Таких только в Павлодарской области на сегодняшний день 157. Чаще всего в подобных сфотках фигурируют мужчины от 31 до 40 лет. Они составляют 89% от общего числа таких дел. Их ищут за мошенничество, кражи и убийство. Валентина Леонова, Айбек Газис, информбюро Павлодарской области. В октябре жителей 30 многоэтажных домов теплоснабжающая организация уведомила о том, что платить за тепло в предстоящий отопительный сезон им придется с учетом квадратных метров, а не как прежде, под данным общедомовых приборов учета. С чем связаны изменения? Будет ли тепло обходиться дороже? Узнавала Эльмира Ершанова. Письменное уведомление о том, что в новый отопительный сезон придется платить по 130 тенге за каждый квадратный метр получили жители 30 многоэтажек микрорайона Есетбаттер в Актубе. Людей такие изменения не устраивают. Ведь если сейчас в среднем за тепло в месяц они платят по 5000 тенге, то за метр в квадрате эта сумма вырастет как минимум вдвое. Скорее всего не выгодно, потому что у некоторых большие дома. Нам не надо больше. Вообще не надо. Вот как раньше платили так. А то у нас пенсия маленькая. Директор теплоснабжающей организации говорит, что письменная рассылка действительно была. И тарифы по квадратам планировали ввести уже этой осенью. Однако среди населения возникло недовольство. Раздавали разъяснение, предупреждение жителям данного населенного пункта в связи с выходом из строя всех этих приборов учета нужно будет им выставлять счета по квадратуре, то есть по общеустановленным тарифам. Данная проблема может привести к негативным социальным эффектам. В этой связи нами принято решение оставить все без изменений. В домах, где общедомовые приборы учета сломаны, либо у них истек срок эксплуатации, начислять за тепло в компании обещают по прошлогодним нормативам. Отмечу, что на сегодня, несмотря на ежегодный ремонт теплосети, их изношенность составляет почти 60%. А долг населения перед теплоснабжающей компанией превысил 126 миллионов тенге. Что касается существующих тарифов за тепло, то до конца года повышения не ожидается. Но если подорожают услуги за электричество и топливо, то рост будет отметили в организации. В шести поселках Карагандинской области введены ограничители мероприятия по бруцеллезу. Зараженными оказались больше двух тысяч голов скота. Они направлены на убой. С начала года исследовали 325 тысяч проб от домашнего скота на бруцеллез. Зараженность составила 0,6%. Для уточнения диагноза отобрали 458 проб материала от забитых животных. По 12 вышел положительный результат. Решением сельских Акимов в селах Кусак, Мади, Байтуган, Шахтер, Манбаев и Алихан-Букиханов в трех районах области введены ограничительные меры. Там проводят дезинфекцию. В управлении ветеринарии уточняют, что в этих населенных пунктах заболевших людей нет. В других регионах с начала года выявили 19 заразившихся. Сейчас на лечении только один. Причем его домашний скот здоров. Выясняют, где он заразился. Всегда кипяченое молоко. Желательно 100 градусов при 5 минутах. Обязательное условие. Есть хорошо сваренное 2,5-3 часа мясо. Тогда в этом мясе или в этом молоке микобактерии или другие виды погибают немедленно. А сырое, на шашлык, как попало приобретенное, это непосредственный источник. Продолжаем эфир. Среди погибших в Марокко казахстанцев нет. Об этом накануне сообщили в МИД нашей страны. В североафриканской стране проживает более 30 наших соотечественников. С каждым из них удалось выйти на связь. Они живы и не пострадали, сообщает в пресс-службе министерства. Тем временем число жертв землетрясения превысило 2800 человек. Ранены больше 2,5 тысяч. При этом официальная власть отвергла большую часть предложенной международной помощи. Спасательные работы продолжаются. Из-за особенностей местности не может проехать техника. Шансы найти выживших с каждым часом тают. Землетрясение магнитудой 7 произошло в ночь на минувшую субботу. Однако до отдаленных горных деревень помощь до сих пор не добралась. Содействие в спасении людей предложили около десятка стран. Но власти Марокко приняли поддержку лишь четырех дружественных государств. Это Испания, Катар, Великобритания и Арабские Эмираты. Спасатели из этих стран уже приступили к работе. Франции удалось передать помощь на 5 миллионов евро через волонтерские организации. Но доставить ее в труднодоступные районы пока невозможно. Тем временем эксперты строительной отрасли уже заключили, что одной из причин большого числа жертв и разрушений стала распространенная в регионе стихийная застройка. Жилые дома часто возводят из подручных материалов и без соблюдения строительных норм. Местные строят исчепни из сердцового кипяча при обрушении. Они превращаются в тонны мелких камней и пыли. Как правило, там вообще не остается полости, где можно спастись. Шанс выжить при этом почти нулевой. Жители трех многоэтажных домов в Шимкенте просят остановить строительство бассейнов в их подвале. Они считают, что это противоречит нормам и боятся, что их единственное жилье разрушится. В начале года, по словам людей, дом уже дал трещину, а в квартирах появились сколы на стенах. Анастасия Новикова продолжит тему. В Шимкенте жители трех высоток выступили против строительства в их подвале бассейнов. Горожане собрались возле местного акимата, чтобы выразить свое недовольство. Говорят, в прошлом году они заехали в свои квартиры по программе арендного жилья для очередников. Уже тогда в подвале их домов развернулась стройка бассейнов. Люди уверяют, из-за этого в доме стало сыро. Начали трескаться стены. Первоначально даже этот бассейн построили, тогда, когда мы уже въехали в эти дома. Сейчас дают осадки эти бассейны. Вонючий запах идет с канализации вверх до девятого этажа. Мы требуем, чтобы подвал дали жителям. У нас живут дети-инвалиды, многодетные, малоимущие. Так как дети-инвалиды живут на малых этажах, до шестого этажа, им очень это влияет на них. Во-первых, это каждый день дрелью, то, что работают. Местные жители недоумевают, как предприниматели получили разрешение на стройку и боятся, что в один момент их дома рухнут. У нас это единственное жилье. Тут живем целыми семьями, дети, внуки. А если дом рухнет, нам просто страшно. В местном Акимате ответить законно ли строение не смогли. Общаться с журналистами не захотели и подрядчики. Эксперты строительной отрасли говорят, строительство бассейнов в подвалах домов – привычная практика. Взять хотя бы гостиницы. Правда, строить такие сооружения нужно с умом и разрешением. Главное, чтобы стройка не ухудшила нерушимость конструкции здания. Если здание существующее, то мое мнение, что нужно сделать заключение прежде всего о целостности конструкции и ее честностойкости. То есть сделать вывод о том, и это должна сделать лицензируемая организация, что можно такой объект построить именно в этом здании. Это не ухудшит посельнику этого здания. Известно только, что законность постройки проверяли в суде и спор выиграл подрядчик. Но местные жители не намерены мириться с бассейнами в своем подвале и хотят добиться, чтобы стройку остановили. Анастасия Новикова, Доброн Абдеев, Абзал Туребеков, Информ Бирошемкент. В североказахстанской области растет число заболевших корью. Врачи просят родителей не отказываться от своевременных прививок для детей. Ведь заболевание очень опасное. Оно может привести к смертельному исходу и к тяжелым последствиям, среди которых воспаление легких, а в некоторых случаях и инфекция головного мозга. В целом по республике с начала года корью заболели больше двух тысяч несовершеннолетних. За месяц в североказахстанской области зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев. Большинство из них дети в возрасте до 14 лет. Болеют корью целыми семьями. Нередкостью стали и завезенные случаи из-за границы. Среди подтвержденных случаев кори зарегистрировано 3 завозных случая из Объединенных Арабских Емиратов, Российской Федерации и Республики Кыргызстан. Среди случаев кори 67% непривитые против кори по причине отказа по личным убеждениям. Сегодня в городе Ессык Алматинской области заложили памятный камень на месте будущей суперсовременной общеобразовательной школы. Стоимость частного проекта превышает 8 миллиардов тенге. После завершения строительства школу безвозмездно передадут на баланс государства. Школы Алматинской области – одни из самых перегруженных в стране. В трехсменном режиме работает 51 общеобразовательное учреждение. Естественно, государству тяжело решить проблему нехватки школ. И областной акимат обратился к отечественным бизнесменам и меценатам с призывом профинансировать строительство новых государственных школ в рамках национального проекта «Комфортная школа». Город Ессык тоже входит в Алматинскую агломерацию. Здесь есть ряд школ трехсменных. Поэтому, когда есть частные инициативы, это, конечно, приветствуется. Они реализуются быстрее. За счет скорости его реализации мы получаем разгрузку в наших школах. На постройку супершколы предусмотрено 8 миллиардов 100 миллионов тенге. Финансирует Форте-Банк через фонд Булата Утимуратова при поддержке компании «Верный капитал». Учреждение рассчитано на 900 учеников. Оно будет оснащено рекреационными зонами, учебно-производственными мастерскими, спортивными и гимнастическими залами, информационным центром, лабораторией, студией творчества и каворкинг-пространством. В рамках своей социальной ответственности Форте-Банк решил поддержать государство, а именно густонаселенную область, Алматинскую область, построив новую школу. Помимо этой школы у нас есть очень много других благотворительных и спонсорских проектов в сфере не только образования, но и спорта. Сейчас стройка в полном разгаре. Издать школу в эксплуатацию обещают к следующему учебному сезону. Подобную общеобразовательную школу, соответствующую мировым стандартам, строят и в селе Шелек Алматинской области. Елеман Раимбеков, Думан Сулейменов, Сергей Шуйский, Информиро.